В Грузии в последнее время у многих вызывает повышенный интерес. Из-за этого интереса в селе появились и сотрудники чеченского представительства в Грузии. Приехали они на нескольких машинах и привезли мешок муки, различные консервы и другое продовольствие. Гуманитарная помощь предназначена для хозяйки семи Георгия Усапашили Веры Путиной. Эта 73-летняя небольшая женщина является матерью Владимира Путина. Но сына Веры Николаевны здесь не видели уже 40 лет. И никто не знает точно, кем он стал и где он сейчас. Одни говорят, что Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. Другие этому не верят и утверждают, что имеет место банальное совпадение имени и фамилии. Чеченцы искали верить в первую версию. В первую очередь сын должен был бы помочь матери. Он должен был бы знать, где она находится. Но я хочу сказать одно. У меня полная уверенность в том, что очень скоро это село... Эктор сельской школы Бадрит Атанашвили вспоминает, что когда он в 1957 году поступил в первый класс, в группе вместе с ним учился Владимир Путин. Голубоглазый блондин был круглым отличником. Любил природу и много рыбачил на куре. Вова учился в медтехской школе до 4 класса. К этому времени у Веры Путина родились четверо детей от Георгия Осипашвили. Семья обедствовала. Да и очень мне жаловал маленького Вову. Вот и пришлось маме отвезти Вову к своим родителям на Урал. С тех пор Вера Николаевна не видела сына. Единственное, что она знает, Вову отдали в интернат. Матерь, я когда ездила, спрашивала про сына. Они все молчали, никто мне ничего не говорил. Где он? Не говорили. У вас же есть сын, Влада Путина? Это есть сын. Вот я его искала, потому что его не нашла. А когда я узнала, там, может быть, это, говорю, может быть, и нет. Может, одна фамилия, тоже Путина, может, и тоже. Я не знаю, потом вдруг стали, говорю, что на тебя похож, все так мне говорят. Очень похож на вас. Почему он, Владимир Владимирович? О, да, у него же отца не было. Да как он доказался? Митом у него... Там родители были кто? Значит, Митом Владимирович, 50 долларов, вчера. А отца я не знаю. Семьи Веры Путина фотографий маленького Вовы не оказалось. Этой историей заинтересовались сотрудники Министерства госбезопасности Грузии. Фотографию у него, как Гоги говорит, наш аденосерский парень, который работает в безопасности. Назарадовского района, он приседатель Назарадовского района, и он забрал эти фотографии. Как Гоги говорит сейчас, как хозяин дома говорит. Детская фотография Вовы Путина нашлась у его старшей сестры Софии в Тбилиси. Она уверена, что исполняющий обязанности президента России ее брат. Когда впервые увидела Владимира Путина по телевизору, неплохо стало. Очень плохо стало в тот момент. Почувствовала что-то родное. Столько времени в детстве были вместе. Даже посторонний запомнился бы. Вера Путина не теряет надежды, что ее вова все-таки объявится. Простит мать и навестит ее. Для Веры Николаевны это самое главное. И не имеет значения, стал или нет сын Владимиром Владимировичем. Нам все-таки удалось разыскать в селе Метехи две фотографии трехлетнего и семилетнего Вовы Путина. После того, как эти фотографии были сопоставлены с фотографиями исполняющего обязанности президента России Владимира Путина, ни у кого, даже ни у специалистов не составляло сомнений, что исполняющий обязанности президента России Владимир Владимирович Путин семь лет своей жизни провел в Метехе. Из книги «Владимир Путин. Разговор от первого лица» мы взяли фотографии 15-летнего Вовы Путина и повезли эту фотографию в Метехе. Реакцию матери и относильчан вы можете посмотреть сами. Вот скажите, вот Вова Путина, вот другим людям скажите, вот посмотрите, я, нет, подожди, я. Ну, спасибо, спасибо. Следующий, да, и да, мама, конечно. Он вернется к вам. Спасибо, спасибо, извините. Мы просто хотели узнать правду. Спасибо, спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok